Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. В Humankind все города каких-то разных культур называются постоянно. Я люблю, когда в какой-то... как это? Под одним каким-то общим знаменателем, чтобы было. Снабильность, да? Да. Банк, фондовая биржа, Кунст-камера. О, кайф. Так, понеслась. Значит, сначала райончики. 52 науки. 52 науки. 50. И здание. Значит, Кунст-камера. Банк. Фондовая биржа. Радушки. Банк, фондовая биржа. Это просто районы. В каждом городе примерно по плюс 150 науки у меня добавили. Соза, мы будем собирать что-нибудь помогать. Кельтон. Что там делать? Атаку тебя? Он кельтов такой, да? Ага. Бедный кельтов. Ну, потом, наверное, на меняю идею. Ну, так, сейчас придумаем. Добавно, что Осман освободил город этого, получается. И, господи, коричневого. То есть, воевал-воевал. Кто-то другой начал. Ну, причем решения у меня не было. Он сам освободился, как бы. Как ни странно. Не знаю, пока не буду расширять туда вон поста, пожалуй. Подумаю. Немножко. Так, что у нас тут следующее откроется? Линии снабжения. Я в индустриальной эпохе, а открываю нас раннее новое время. Ну, даже в индустриальной эпохе мне тут недалеко, в общем-то. Так, хорошо. Что у нас по чудесам? Статуя свободы. За количество территорий в сфере влияния. Процент к деньгам. Эйфелева башня, промышленность, Биг Бен. Ну, я сначала Эйфелеву башню взял, потом Биг Бен, наверное. Как-то так. Так, линии снабжения. Это еще элемент городов. Дороги более быстрые. И зернохранилище можно строить. Так, как я и сказал, я здесь сначала Эйфелеву башню. Универ, печатный дом. Универ, печатный дом. Так. Не, ну я бы уже Эйфелеву строил. В очередь. В очередь, сукины дети. В очередь. Наверное, можно фондовую биржу откладывать, потому что у меня нет вообще торговцев. Здесь много чего другого построить. АНТРИГУЮЩИЯ Лучники сплошняком стоят Так, что у нас тут? Просто расстреляли бедных мечников Не просто мечников, эстатов Кто там кого расстреливает? Там красникова убивают Блин, тут видите, напали и умер у меня Получается, потому что я не отреагировал Честно говоря, эти эпохи играть уже намного сложнее Потому что первых хотя бы ориентируешься Как-то что-то там есть понимание А тут? Где тут красный воюет? Как, кстати, работают вот эти межкультурные события? Просто есть другая культура, а с кем-то шансом умер Я без понятия Потому что я не очень понимаю Могол, предлагаю тебе начать тоже меня забирать Ибо если меня заберет грек, то грек, то османа То османа уже, мне кажется, будет не остановить Я сижу Чисто домики стоят Но мне, конечно, стоило бы, наверное, армию построить Уже Может мне выйти в какую-нибудь? Потому что я получил науки очень много с этих межкультурных событий Вот, мушкетеры Пойдем, мушкетеры Пойдем, мушкетеры Ничего нового Время, что я могу сделать для тебя? Ничего нового Почему ты здесь? Ничего нового Если вы искренне Ни с кем ничего не торгуем Кельты только сейчас вошли в Средневековье И выбрали от стеков Слушай, знаете, что я подумал? Давайте Международную торговлю премиум Этот глобализм И сейчас потребуем Османов Всяких кризисов Которые он Откажется Объявит мне войну А торговать-то я с ним продолжу А он со мной нет Откажется Откажется Продолжение следует... Поставь мануфактуру. Поставь мануфактуру. Так, рифтелевая башня. Печатный дом. Универ. Продолжение следует... Да, кстати, тут у меня минус пищи. Давайте, может, я здесь поделаю как раз мушкетёров. То... Там минус идёт. Как-то растёт. Дед, предложение. Видея, ты всегда приводит смысл в мою face. 163 последователя. 203 на... Ну, у неё, кстати, религия именно в ту сторону... Распространяется. Распространяется. Спасибо. Да, кстати, здесь можно отремонтировать сразу. Не забывать тут лечить все армии. Ну, вот, требования отвергнуты. Как я могу стоять в стороне? Почитать никак. Были вполне... Вполне лайтовые требования. все хорошие условия надо брать суши дед мне вот это хуариканга нужно там селитра больше нигде и нету нельзя как-то обработать но можно чтобы ты так ты когда выйдешь в селитру вот о чем и речь почему-то реально я захватил два города у меня не было на них претензий но они перешли вот именно к первому владельцу от этим вот к нубе там а ты его вассал это его сюзерен нет тогда странно у меня даже выбора не был то есть я про захватываю город он приходится раз туда и все как бы свободно идите отсюда так влияние за торговый квартал влияние за ремеслия думаешь умеремесленных больше лимит городов мне нафиг надо эти боевую мощь повысим стоимость мог стать и может быть надо было сначала принять дешевле принимать цивики был это было демоникса тебе далеко до селитры нет один вот моете но это вот короче очень очень тупой вот у меня мне надо опнуться в юнит который 200 литр и требует да у меня на территории 1 но вы играли бы в english legend я мог бы другое просто мультирование на него одеть кто для просто значит получается без улучшения юнита радостно сижу ну там потом в современные или например ты вообще ничего не сможет чаще всего потому что юнит стоит три нефти 2 урана там такой танк и все может на карте столько нибудь вообще ты так говоришь как будто типа ты против моего и заявления как будто выступаешь на самом деле что ну это тупо констатирую факт что такое есть честно так сушки давайте этот город сделаю 905 так надо будет подождать я смотрю ты почти все ресурсы до забрала меценастом ну скажем так который у меня я смешно до чтоб на моей территории это было то что не на моей территории не могу забрать ну катер туда поплывем да блин так эйфелева достраивается потом научные тут сделаем еще да я не могу бомбарды строить потому что там тоже селитра нужно ждем когда демоникс обработает тут бы вообще стены сделать в самом деле электричество чей-то уголь чем надо даже сначала сюда выйти в карабин чтобы более крутые юниты которые я сам могу устроить давайте в военное училище по энциклопедию так ты там держишься вроде держусь то есть вот аксом типа захватил красный да потом ты его освободил но он не тебе отдался а коричневую не захватил основал вот коричневый основал потом красный захватил я этого пришел его захватил и он отдался обратно сразу автоматически ну в этом коте есть определенная логика то есть если ты не в депо что ты не в войне был с коричневым то тут не города не считается захвачены пока мир не заключен в войне то есть они считаются оккупированными пусть они там ничего не строится ничего не дают и значит этот город все еще коричневого когда ты отбиваешь его у другого значит он отдается чем был изначально ну да в принципе логично просто как-то это через войну здесь очень сложно играть общем получается да не это вопрос мне кажется вопрос привычки так когда у тебя будут претензию не достану то есть вот он как бы есть и есть все чтоб не его захватить что мне его что с ним сделал ну значит ты плохо сыграл через культуру или через религию тебя нужны вот эти претензии то есть ничего сделано что был баланс надо чтоб ты не вкладывался чисто в войска и такой пошел от чащу культура которая влияет ты можешь претензии выдвинуть и логично будет захватывать ну да и через культуру действительно можно конечно же мой чё-то кстати на черного стал намного сильнее культурой влиять чего он на меня так а что там даст это еще раз промышленность все города населением и так играем каждый ход по 15 минут а если у нас проблема да но и опять же было предложение что можно автоматически сне цари там по моему если ты ставишь на автомат ты всегда можешь отключить вот ими когда бой начался не автоматическое решение боя а во время боя я и предлагал до вчера как бы я почему и спросил сегодня что мы может мы так сделаем но мне кажется в каких-то в каких-то моментах можно такое так давай манеры этот раунд на автомате играем посмотрим как там действуют юниты не знаю но есть вот наши вещи когда действительно вот в такой еще пресеченной местности вассари тут бой идет он вполне не может неплохо защищаться если соображает там еще эти гиса ты конченый юнит там еще будет один такой есть который не теряет силы от урона фига за ополчение раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять ополченцев сам забавный что это привел всякий хлам старые дня не обалдение капать этих гоплитов как бы основная армия она еще идет так это не основная но это гоплит и блин этой отечности и трибуше буква т не влезла видимо три больше до маркаба еще в действии маркаба то все в топку войны эти такие ну все слушай но мы же уже мы же уже две тысячи лет воюем можно нам на отдых нет идите мясо вперед этот ход делать интересно сколько у меня сейчас стало производство вообще так тут победа тысячи ты ну кстати не так уж и много ну правда у меня максимум на науку пока стоит крепление давайте зернохранилище укрепление так там демоникс должен был селитру обработать демоникс селитра на следующий ход что мы даже два хода считай вроде обрабатывал на этот нет 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 так я думаю знаете что надо как-то мемфис там ну надо просто подходить тогда сюда так 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 это всем вся моя армия тут где-то еще да вот тут надо поплыть я что-то я боюсь атаковать просто раз протоковал тут какие-то проблемы начались пойду-ка я отсюда пожалуй 1 этот город сделал опросить я тут должен был да вот сначала давайте так норм будет все на автомат ставлю корабли к открывает всю карту кино сам деяние еще не выполнены кстати получить доступ ко всем стратегическим драгоценным ресурсом железную дорогу завоюйте каждый континент составьте карту каждого континента это все тяжеловато а так вообще как у нас влияние ну на черного начинаем влиять а религия религия то у него посильнее пока что тут у нас цивики не приняты руководство и нельзя если мы здесь в народов чем не надо руководство лимит городов вас и так лимит суме просто не хватает уже а давай так растем то есть вот я сейчас например смотрю на карту культур вот демоникс например красного изи всего может забрать так теперь мы фигачим вот этих драгуна драгунов я просто их сразу даже буду покупать и ими побегу на помощь пружаны 37 радашковичи 45 кобрин давайте в радашковичах тогда почему у нас поле боя от города до города то есть а подкрепление вызываешь в своем городе веду их сюда сразу армия я думаю этого достаточно здесь уж это минус минус сколько жителей вообще городу на до хрена я сейчас сделал до хрена минус жителей так давайте зернохранилище кстати можно и порт так бастион в пружанах тут бы я не так много дел 37 до 24 просто каждый этот вот минус три жителя понимаете так это тридцать четыре тридцать один двадцать восемь может троих хватит не давать еще одного 4 как раз деньги закончились отлично так этот цивик можно принять оккупированный город при разграблении боевой мощи при разграблении этот город сделал в париж сделал так что там демоникс есть селитра и портал как дорого как-то стоить стало селитра внезапно ну да ладно вот тут внезапно денег мне нету на апгрейд и узнавла в хейт от вас сайт let's see how вся консайта не сушь тирает конечно цилик какой-то про торговлю я имею ввиду они осушьте приостановлен странно тогда в чем идея тогда этого цивика разрешена торговля даже в состоянии войны сейчас поторговать а сейчас поторговать так я открывает обычно приостановлен я не могу ничего купить предыдущие сделки не светили не так вот предыдущие они приостановлены а те которые я не купил тут просто без вас не хватает а может мне денег сейчас не хватает купить предыдущие светают тогда это тупо то есть я не тогда надо было объявить войну после этого принять этот цивик и купить все заново у него получается надо это быть на как все вот мы не можем цивики принимать вообще если у вас вообще никаких цивиков не принимаются нет конечно у меня у меня раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 13 цивиков ну вот лидер это доступно приняты не приняты не все из них не у меня есть ровно один который мне далеко и гордо захватил и все больше других мне 4 какой-то что-то странное тогда но я сейчас сказать у меня единственные разы когда не работали цивика это когда я играл против компьютера на десятерых все все остальные разы все сетевые партии все у меня там всегда есть цивики поздно обсуждали весь день что не работают и вот сегодня ну так давайте найдем причем почему у кого-то есть у кого-то нету как это влияет может подумать на хостаток я был не был хостом когда демоник схватил например ниши триггер из-за чего-то получается у каждого свеки уникальный не совсем ножка выполнен у каждого не один не один разный получается я с ними цификов если ты забрал какой-то свектовой другого не будет получать своего это другого человека триггера на это нет то есть не понял неужели цивик то есть вы хотите сказать что тут возможно цивик один на всю карту типа ты ты вот это предполагаешь хорошо грей у тебя какой цивик как называется самый первый в разделе социальных институтов связанных с вопросами культуры мультикут мультикультуризм точно вам а вот у меня такого нету у тебя не это потому что там помнят захватить что поэтому а да надо другой этот захватить город действительно другой цивилизации точняк ну как все нормально не все нормально все нормально все ненормально почему отношения не работают ну такое ощущение что игра у кого-то триггерит у кого-то не триггерит а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Странное перемещение... Ну ладно... Так, а давайте тут святыню поставим... В этом городе, имею ввиду... Так, есть боевые построения... А потом у нас... Кирасиры... Добавил субтитры... Не сейчас... Не всегда... Англичане против мира... Вармонгер... Нет, у нас пока договоры не нападения... Один только друг есть... У Султана... У Султана... Дорогие во всем мире... А, ведь надо проверить... Я могу торговать... Да, реально могу покупать... То, что я не купил до объявления войны... Я просто могу покупать... Причем даже... Причем даже... Причем даже... Стратегические ресы... Но это... Прикол... Ну, кстати, а в этом что-то есть... Получается, этот Цивик... За счет этого ты сможешь... Займеть все-таки те ресы... Которые тебе нужны... Ну, да... То есть... Не будет... Вообще, получается, не будет ситуации... В принципе, что... Нет ресурса... Ты не можешь это... Ну... Тогда этот... Цивик просто... Мастхэв для всех... С одной стороны... И с другой стороны... Надо узнать, как он триггерится... Потому что без него... Как-то воевать в последних эпохах... Вообще без шансов... Ставенька- жар satu... Полагайте-то по стойкам... Мongeяр Sue... «Сассвет рух» В именно – вавильямuri или вагиноватский? «ХвагЛял dating какuperroom» «Тума» «Эминка» «Тумы» «Тумынет» «Эминка» «Тумы». «Чёрный ад» «Эминка» «Тумы» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В гильдии воров вступай Хоть какие-то бонусы ты вообще получаешь? Меньше военной поддержки от оккупации Больше военной поддержки за разрушение вражеских округов Наносящие урон разграблением будут получать больше денег Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, свинец Дед, я почему-то не могу у тебя купить ресурс, потому что мне пишет Невозможно выполнить это добывающее предприятие не функционирует Почему у тебя добывающий? А, функционирует временно Да, это когда, типа, в радиусе битвы, видимо, да? Да-да-да Понял DimaTorzok Так, а где битва-то? Вот тут что ли? Город был зачищен просто, заход, по-моему Не зачищен, расстрелян А, на тебя нейтральная фракция напала и захватывает Да Это он, эти, Налибокий, что ли, захватывается рядом с Беловежской пущей? Не, подожди, Налибокий, он Налибокской пущей Кто там у нас рядом? Кобрин, как раз Кобрин, по-моему, рядом Так это твои засланцы, наверное Да-да Кстати, откуда они налетели тоже, внезапно? Не знаю Меня больше всего поразило, когда у меня в центре, вот, на Кобрин напал кто-то нейтральный Вообще никого рядом просто нет Откуда, как они могли сюда прийти, появиться? Я могу предположить, что это какие-нибудь повстанцы, типа, из-за плохого настроения Но у меня везде сотка Не знаю У меня тоже, конечно, есть Странно Ну, что сделать из этого тоже дом? Ой, город Марсель Блин, он там плывет Тварь Не, ну он не должен брать, потому что тут Давайте сразу стены, может, еще поставим Они, наверное, уже и стоят даже Да, стены уже стоят Ну и плюс тут Абдук Ну и плюс тут Обороны Обороны не может он взять Это, этими, этими юнитами Уважаемый, монголы Вызываем вас на бой Ну давай Монголы? Не, монголы Моголы? Моголы, господи Моголы, монголы Вы похожи А, развертываться я где буду? Вот здесь Серьезно? Да, что-то странное То есть, типа, стены не дают развернуться Это какой-то бред Так это ж твой город Не, Сепар То есть, Сепар не дает нормально развернуться А там можно сдаться Отступить уже сейчас? Нет Нет Это просто какая-то Встать из стеночки Можно Можно умереть с честью Только Так просто пускай те убивают юниты Не, не это Не вытаскивай новых Ну да В смысле? Что-то, Грейс, столько воевал И только два юнита с одной звездочкой Вообще никто не прокачивается Ну да, не особо получается Быстрый Это был быстро Это было великое сражение А ты не в союзе с дзиганцами, нет? Тран Так Ну и что мне тут делать? Я уже забыл, что было А он все-таки решил напасть Эти мгновенные Он тут просто не может и победить Готово Я пойду вот это разграблю Высажусь Мне тут не дать Я тебеumена Я тебеулюхи Нейтбук Я тебеулюхи Я тебеулюхи Я тебеулюхи монголы и ганцы прекратили войну кто бы мог подумать объединим с бомбардой на всех пожарных так а тут я хочу как-то сюда спуститься или лучше здесь в мире будет через четыре хода революция и как это выглядит и что это будет все социальные институты отменятся на и весь весь один социальный институт так у нас тут проблема как бы бои как не работали так не работают статус синхронизации неизвестно но это первый ход всего лишь давайте сейчас таймер закончится что произойдет отлично у меня все войска обнулились мне ничего не произошло у меня твои войска как бы стоят у меня сто процентов поражения ну еще раз грузи сейф можно можно не нападать просто вот сейчас на первый ход ну можно конечно ты все равно ты все равно там один юнит только убиваешь и так понимаю около этих стен мне тут такая прям это это уже другой бой это тот дару прожил в порядке а тут уже прям такое побоище не куку и шунук вопрос у нас задаешь так опять как второй раз мы тоже самое так мгновенно так сюда куда-то подходим сюда поплывем тут керасы тоже сюда скачут эти бомбарду защитим и этот спускается здесь до плывем же игры и вроде дака махария был не был твоим городом наоборот почему коричневого или ты вот сейчас только захвата могу за одну войну забрать больше одного города как бы если нет прикол хотя она как бы но я так понимаю и в моей культуре и в вере тоже в моей на претензии как так торговля опять не могу не функции клирует тут все куплено это компьютер я бы с ним не торговал наверное так кстати смотреть не так больше нравится чему тут открываем национальное единство построение в линию там кирасиры на энциклопедия сначала он построение в линию национальный или не оправы двигатель давайте да ну я уже ход закончил это культура не пройдите это культура я уже на демоникса влияю а вот вера он постепенно сушь надо священное место наверно поставить тогда а у вас год в игре нормальный или тоже 10 тысяч какой-то да да а так я уже все священные места тоже поставил не знаю как мне тогда религию усилить наверное никак так какой тут очередной у нас ход прекратили войны города появились полезны а так эти скачут сюда эти а поются и защищают бомбарду эти пускаются на воду тут ну что пройдет ли этот ход вау просто вау невероятно как будто претензию прощают так с объединиться с бомбардой просто вот так некие красивые слона люб не говорите никому зависит от твоего вознаграждения я всем расскажу удогай кстати посильнее иначе арху я опал кстати и заметил тут только теперь клеток все равно нет что город стоит который мешает нам обоим и кажется мне должен здесь стоять мне мне не мешает так сейчас по городам еще пройдемся мануфактура кажется надо академии ставить наука за научный квартал за каждое соседство а это военное училище на поменяем местами ну и так как музыка вкратчивая сейчас звучит с разных сторон тут я пытаюсь приплыть хотел даку махари но там в каком-то из сейвов она была его т.е. к библосу мы никак не можем подобраться предложение союза акцент уйден говенья шоу и трайфорд уикцепт а вышит царапрой т.е. гривень скуми науки вообще 3740 не то что не так чтобы и много на самом деле общая логистика ну давай примем но это красный мы тут все в союзе против осман вообще на самом деле вообще хрен поймешь кто выигрывает на самом деле у меня-то очков славы меньше но я на эпоху впереди то есть османа это предыдущая эпоха или это не у вас моды раннего времени французы это предыдущего у вас битва да так это интересно посмотреть тут какие-то гаджналы против яны чар но выглядит посильнее слоны посильнее может переместиться на полную дальность после атаки но это я вот юниты не мог переместить перед боем в принципе как я бы он на автомат поставил пост ну если не фактическую битва просто ты можешь исключить автоматическое перемещение а вот к себе сейчас показать мне сейчас показала что слон твой переместить сейчас переместился арбалет какой-то переместил но слон короче переместиться переместился но не стрелял они по-моему по-моему те огнестрельный там какая-то такая особенность что как-то после ходьбы море могут и не стрелять по какой-то причине нету как как сейчас вот в этой битве выглядит у демоникса посильнее конечно появился на 4 лет прижатый до этим горам и еще и в низине почему-то я не могу вернуться я вышел и все и как бы нет такой ну и все значит серьезно нету а можно так может может уход твой серьезно ты вот выходишь просто на карту у тебя нету вот этой карточки открыть альта попробуй какой-нибудь да даже я могу зайти посмотреть этот будет да кстати где передача хода нету а так ты все это получит закончил ход написан в бою но у нас идет таймер конца хода в общем мне вообще не показывают у вас таймеры никакие а ну да да вот так вас может этот закончился раунд как по ночью не начался даже я еще ни разу не ходил прикол ну да но я входить не могу потому что твой удачная битва короче битвы они не могут нормально сделать вот у меня так не проходит ну видимо сейчас закончится таймер и начнется новый ход и снова твой скорее всего слонов отворачивай им хоботы и но это тупо я просто солен этих артиллеристов на слонах с пушкой на слоне но это серьезно это вот реально исторический факт такой это вот реально вот так вот на слонах стреляли даже дико неудобно наверно она больше психологический эффект был то есть соперники смеялись и деморализованные убегали с поля боя шарик шарик в летах ну смотри ты почти убил его да это дичь тут я вообще ничего не могу сделать как бы я все вся местность объят с одной клетки мне кажется тебе надо кажется игры надо вот тут вот на верхних трех этих прятаться из-за из-за них ставить войска просто ну минимизировать потери видимо да есть только отступить отсюда потому что у тебя все войска в низине получается этот трендец будет видимо да то есть а тебе подсвечивала этот город а вы союзники наверное поэтому ты можешь через его расходить потому что как бы у меня это не мог ничего там ставить идти там тоже не могут ну тогда понятно здесь это игре такой ван мон гудморнинг в этой игре чаще каком содержание юнитов нормально и ножом дороговато конечно немножко не жалко этих парней внизу мне кажется эти вот надо было коричневого захватил переварил его радостный чё ты на непередолимое желание всех захватывать да ну захотелось вот так вот мы просто с демониксом тут сидели домики строили умы то тут вообще я просто армию за один ход всеми рыл тупо покупаю удобно как-то тут как-то накатом в human kind и вообще в эндесе накатом не получится потому что у соперника есть несколько вариантов вообще на то чтобы быстро получить армию почему быстро армию то есть много юнитов за один ход причем это и производство и деньги зависимости от того куда он шел в эндесе джинд можно было еще и за культуру когда-то просто показываю вам битву я только сильно задамаженной и начар я начала я так понимаю где-то на 4 сильнее аркебузиров и плюс они очень классные в атаке городов в осаде в осаде у вас бой закончился на этот ход да а нет еще третий раунд десять тысяч восьмисотый год нашей эры а вы еще на слонах я может это кибер слоны это ачивку получил everybody's friend стояние в союзах я так понял как мясо три союза так какая-то это цивик духовный раскол империи с разные государственные религии получают пища боевая мощь ну давайте сюда прям даже интересно так вот вот эту фигню присоединим звезда экспансии так great кискис и осаждаю великая сана в этом мгновенное разрешение нажал все 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 Ух ты, гаубица, так, куда нам тут идти? Ну, кседону, наверное. Да, блин, они же объединены были. О, хрен, он отдельно поехал. Подожди, а ты слонами в меня стрелял, да, оттуда? Я просто за боем сам не следил. А-а. Ну, что, мне говорят, цель вне полезрения. Ну, может, слоны сверху стоят, а снизу? На одной высоте вроде стоят. А перед тобой кто-то стоит? Нет. Так, ладно, что мы строим в городах? Академия. Что я открываю вообще? Строение в линию позволяет канонирам и тяжелым орудиям получать статус окопан, если не перемещать в своем градусе битвы. Угольный, так, давайте паровой двигатель, потом угольные электростанции. Научный метод, надо быть симпозиум провести. И мне две звезды осталось до... Все переключено на еду и науку, как видите. Ну, я очень много сейчас населения потратил на... На создание юнитов. Да-да. Причем им вообще урон не наносится, как бы. Не, ну, османы проиграют эту битву, просто, возможно, они это проиграют не так быстро. То есть за несколько ходов, а не за один ход, поэтому он там... Понятно, что они проиграют его. Османы стали немцами. Все понятно. Вот это нормально, это вот я понимаю. Османы стали немцами, это... Стиль современности, конечно. Не будем требовать претензию. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, блин. Не хотят перемещаться. Патриотизм. Показать поддержку. Давайте окажем поддержку просто. Чуть не хватает. Подожди, а я что, не в войне с немцами? Я что-то не могу разграбить территорию, написано, объявить войну немцам. Не, ну, объявлять войну немцам нельзя, как бы, это тяжкие преступления. А, нет, 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 сорян, это будет претензии у немцев к вам. Тогда разграбим. Так, что у нас тут в пружанах академия симпозиум я еще не открыл, да? Только заметил архипелаг Марсель. Ну, я очень долго искал там это место, туда невозможно проплыть, там корабли тонули. Тут вон еще целая часть слева не открыта, может там что-то есть? Кстати, давайте мы вот этим кораблем туда поплывем. О, моя культура, конечно, Демоникса порабощает, а вот его религия зато. Так, у меня 4000 науки. Сейчас мы откроем уголь и железнодорожный вокзал. И будем... И что там еще? Ремесленный квартал дешевле, генеральный план колонии строится, уголь сможем добывать. Уголь у меня точно есть, железнодорожные станции будем делать. Так, в Париже что-то строится, в Марселе. О, так, это важно, надо присвоить Биг Бен. Потому что плюс 10% к науке это охренеть, просто все как круто. Так, значит, в Пружанах тут уголь. В Радашковичах уголь. И в... А, в Кобрине нету, да? Ну, два угля, мне кажется, это выше крыши. Значит, в Пружанах давайте Академию закончили. Угольную шахту закончили. И строим Биг Бен. Куда-нибудь сюда... А, подожди. Тут оказывается уже немцы виновны без грязнений. Да вон там, наверное, сразу этот производственный район свой бахнул. И давай коптить! О, тут хорошее место. Пять ходов. Три хода. Норм. Мне нравится. Ну... Ну... напал на седон хотя я в осаду взял если не напал взял в осаду да 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 что там еще козелоник это плыл не очень видно ой вот это долго будет там это бой в седоне начался а все-таки решил выйти не интересно посмотреть как бы вылазка но не вылазка что за стенами остается кажется зря потому что у меня господствующие высоты будут тупо сверху буду обстреливать те что там у англичанина янычары да давай давай че тут мои сколько имеют 50 50 до у тебя 46 грейте 4 таймера уже прошло напряженная битва осада седона но это то есть осаждающий выше то есть и практического гения если он проигрывает визу то как бы я захватываю город но пока сила на его стороне по шкале да только у меня еще еще одна армия не вошла в бой нету таких армий значительно больше чем 1 в округе не знаю я может быть каши седон не возьму но просто у меня юниты сверху находятся прямо так ты стрелять по идее не сможешь вот я не могу в тебя стрелять например отсюда из города наоборот я как раз смогу чего не смогу я я все как на ладони с этих высот я будут снайперы как по сараево работали знаешь вы веду чисто посмотреть на урон остальных оставлю так ты же сейчас выстрел только выранец какой-то урон мне не я выстрелил к из города вышел а подожди так это стены города мешают стрелять значит я не знаю но это бред если это так то это бред ходи смотри как у тебя будет это углить ну полю по любому твоему юниту в городе могу стрелять а причем вот поэтому которым ты подошел я как раз не могу только ближайшими прикол ну с высотами надо раза ну да там сверху получается можно ну там можно отойти назад на две клетки как бы и это уже будет некуда стрелять поэтому строительство у нас и и вот и и и и и да это короче вообще так еще полукругом все расположено это конечно трындец самое забавное что когда делаешь вылазку нету флага по сути могу просто уйти из города и встать там за дня да правда юнитами фиг успеваю ходить действительно она ваншот ним тут твоего этого убил гражданина что ли только что да что за что я не знаю тут вот такие же вопросы на трибунале по сараева задавай почему там сербы граждан сараева убивали возможно промахивались просто ну это вообще конечно не делал такая типичная вот какая-то осада сараева прям выглядит даже на ту же букву название города называют начинается ой блин это твой я решил что это мой юнит стоит от военный чар стоит сзади да я еще во время этого ухода сказал что замаскировался черт блин так я что-то не понял как микро сервер и драгуны работают на 4 все как заходите в город там никого нет все ушли ну я вообще до них до стрельну ну только до граждан и вместо не хватает к сожалению так сколько не начал реально 9 10 11 то есть 1 то есть 10 у него будет но вполне в битве можно будет убить как мне кажется янычары так у меня кирасиры 48 линейная пехота 52 а у него янычары 48 то есть у него янычары такой же силы как у меня нет и такой же почему 51 и наручные вот эти бои конечно это просто на часы наверное могут ну короче я включаю автобитву посмотрим как сейчас компьютер мне все сольет просто даже интересно скорее все так и сделать а я не могу и здесь включать не просто просто не твой ход я на свой ход включил я могу и на свой включить просты тогда то компьютера в моем случае он еще а ну хорошо я я же могу в любой момент выключить у себя автобитва в этом кстати но интересная штука ты включаешь автобитву не нравится как он ходит выключаешь и дальше ручками да я не знаю как я пропустил этого янычара в тулу то есть лишь ты встал в бастион и уже не так весело там наверно не знает за два выстрела убил туда он выглядит одинаково что там чуть-чуть потянули да демоникс дед андер я проверил что вы не спите нет еще пока не спим я даже смотрю так ну я на автомат включил просто чтобы побыстрее было я не думаю прям что я могу взять город но при этом я и не думаю что могу сильно потерять тут потому что у меня юниты очень сильные меня ну на эпоху просто ой ну вот это каши компьютер зря вывел да блин можно отключить а так это полно полонами нападает я буду следующих ходить этих он вообще не использовал это все линейная пехота да можно смотреть какими он походил еще у него раз а все мой ход и и на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока